Инсулино-резистентность – термин, который все чаще встречается нам в повседневной жизни. Так что это за состояние и чем оно может быть опасно для нашего здоровья? Об этом мы поговорим сегодня с нашим гостем, экспертом по правильному питанию, нутрициологом Нателлой Джутовой. Здравствуй, Нателла! Здравствуйте! Рада видеть тебя сегодня у нас в гостях. Как я уже сказала нашим телезрителям, ты, кстати, не впервые у нас в гостях, да? Это инсулино-резистентность – это состояние, которое скроет в себе определенную опасность. Вот хотелось бы рассказать, что это вообще такое и кто подвержен данному состоянию. Инсулино-резистентность – очень актуальная тема в наше время. И каждая вторая женщина, если не первая, ей ставится диагноз инсулино-резистентность. В этом списке не только женщины. Мужчины, дети, подростки. Очень больно за детей, особенно за них, потому что они на первом месте даже, я бы сказала. Причина – наше питание, наш образ жизни. Много сахара в рационе. Сахар – это не тот, который нам кажется, да, если мы убрали белый песок со стола, то есть проблема решена. Нет. Сахар, который содержится в продуктах, о которых мы даже не знаем. То есть скрытый сахар, тысячи наименований, да, мы не можем их все знать. Поэтому каждодневно, покупая продукты на прилавках магазина, мы покупаем скрытый сахар. Фастфуд, газировка, питание, которое нас окружает, способствует тому, что развивается инсулино-резистентность. В принципе, что это такое? Да, вот простыми словами понятнее. Да, непростыми абсолютно словами, чтобы было всем понятно. Это, в принципе, не причина, а последствия неправильного образа жизни, неправильного пищевого поведения, отсутствие актива, то есть физической нагрузки. Ну, конечно, генетическая предрасположенность. А что же это такое вообще? Это когда снижается чувствительность клеток к инсулину. То есть с каждым приемом пищи мы получаем глюкозу. Глюкоза равно энергия. Чтобы получить эту энергию, мы должны глюкозу запустить в клетку. А без проводника она туда не зайдет. Главным проводником является тот самый инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой. Он вырабатывается, когда получает сигнал поступления еды, что глюкозу нужно запустить. Он как ключик, который открывает клетку, то есть дверцы, да, в клетку и запускает глюкозу. Что происходит, когда глюкозы становится много? В крови вообще, в принципе, поступает, да? Да, когда много поступает в крови, дверцы не открываются. Ключик уже недействителен, как говорится. Инсулин не справляется. Клетки говорят, стоп, нам некуда деть столько глюкозы. Остановись. И механизм, организм же умная система. И сразу в мозг поступает сигнал, что много глюкозы. То есть поджелудочная получает, нужно действовать, нужно вырабатывать много инсулина. То есть она начинает работать на износ. Поджелудочная оттуда изношенная поджелудочная железа равно диабет. Все, то есть тут все просто. Какая-то закрытая система, да, получается, круговая. Да, закрытая круговая система, которая, в принципе, она работает очень логично. Если мы вносим корректировку свою, которая пагубно влияет на это все, то мы, естественно, нарушаем вот этот весь процесс. И нам надо выжить. Чтобы выжить, организм работает во благо нас, опять же. То есть что происходит? Лишняя глюкоза, которая остается в организме, она никуда не девается. То есть нет проводника, она на том же уровне. Инсулина больше, глюкозы больше, оттуда инсулинорезистентность, оттуда диабет второго типа. И самая главная наша задача не бояться этого состояния, раз оно уже пришло к нам, да, это состояние. Но нам кажется, что, в принципе, это неизлечимо многим, кажется. Даже девочки, которые ко мне обращаются на консультацию, они говорят, Нателла, что делать? Инсулинорезистентность, все, мне с этим всегда жить. Нет, не жить, можно эту ситуацию исправить образом жизни. То есть это пока что не приговор, да, не диабет. Не приговор. Инсулинорезистентность, не есть диабет, но предвестник. Это да, это дорога туда, да, потихонечку мы туда идем. Почему даже вспомнить наше детство, опять же говорю, как мы питались. Сейчас как питаются наши дети. Почему стало много инсулинорезистентных детишек с лишним весом, да. Почему частые перекусы, кусочничество. На столе мама поставит, да, бублики, конфетки, пожалуйста, подходи, пожалуйста, ешь. Нет ограничений, гаджеты и дорога туда. А можно ли, Нателла, какой-то симптом выделить, да, когда вот человек должен понять, что у него вот проблема, и вот-вот у него может случиться это? Да, конечно. Симптомы, предвестники инсулинорезистентности, безусловно, конечно, это лишний вес, это тяга к сладкому, бешеный аппетит, ноль энергии, папилломы на теле, да. Да, тёмные подмышки, тоже признак симптом инсулинорезистентности. Талия больше 80 сантиметров, то есть жир локализуется в области талии. Это неважно, мужчина или женщина, да? Неважно, мужчина или женщина. Да, эти симптомы вполне, их достаточно, чтобы мы выявили у себя инсулинорезистентность. Также многие девочки сейчас страдают синдромом поликистозных яичников. Это тоже коррелирует инсулинорезистентность вместе с этим диагнозом. Скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что полнота – это один из признаков инсулинорезистентности. Это вот такой вообще известный, наверное, факт. Но бывают случаи, насколько я знаю, да, что и худой человек может этим страдать. Конечно, многим опять же кажется, что если мы стройные, мы худенькие, внешняя оболочка, она обманчива. За худорбой не всегда стоит здоровье. Худорба – это не оберег от инсулинорезистентности, а наоборот. Не показатель, да? Вообще, абсолютно. Почему? Если нет мышц, да, достаточное количество, если абсолютно отвратительное питание, да, если фастфудная газировка целый день, да, это делается очень часто сейчас, то, конечно, и худая будет с инсулинорезистентностью. Почему мышцы? На это тоже хочу обратить внимание. Силовые нагрузки, ходьба, да, мышцы – это щит от инсулинорезистентности. Чем больше мышц, тем лучше чувствительность клеток к инсулину. То есть быстрее поглощает, да, как бы вот эту глюкозу. Ты сказала, что всё-таки можно повлиять питанием, да, и образом жизни. Ну, понятно, здоровый образ жизни – это хороший сон, мы уже говорили, не надо радовать питание, да. Есть ли какие-то лайфхаки для людей, которые уже столкнулись и уже как бы приобрели это состояние, что бы ты могла в основном посоветовать и как, может быть, себя перестроить человеку, чтобы когда вы столкнулись? Конечно, опять же, всё очень просто. Всё держится вот на этих же глыбах, о которых мы с тобой говорили. Но в данном случае есть такой лечебный протокол, который нужно соблюдать во время, если вам поставили диагноз инсулинорезистентность, протокол кето-диета очень хорошо подходит. ЛЧФ. Как это можно? Белково-жировой приём пищи. То есть мы стараемся, если нам поставили такой диагноз, мы стараемся минимизировать углеводы. То есть перекусы убираем напрочь, просто никаких перекусов. Три полноценных приёма пищи между голод, только вода. Всё, что не вода, всё еда. Также ошибка. Многим, кажется, перекушу фруктами, ягоды, фрукты, кофе без сахара. Нет, всё равно вы дёргаете инсулин. Так что этого делать не нужно. Если вы хотите вытащить себя из этой ситуации, вы просто следуете простым рекомендациям. Три полноценных приёма пищи, восполнение дефицитов, добавляете актив, то есть физическую нагрузку, никакой гиподинамии. Это враг. Что такое гиподинамия? Гиподинамия – это то есть бездействие, когда нет движения. Мышцы, естественно, будут атрофироваться, а нам они нужны. Они нам нужны. 10 тысяч шагов, силовые нагрузки. Если нет противопоказаний, это очень хорошо работает при инсулинорезистентности. И, конечно, качественный сон. Если ты высыпаешься, если ты просыпаешься бодрой, то ты в течение дня переедать не будешь. А переедание – это скачок инсулина, естественно. Чтобы поставить диагноз инсулинорезистентности, ну, это, конечно же, нужно обратиться к врачу, да, но есть определённый список анализов, о которых ты могла бы, ну, вот, рассказать. Да, конечно, если вы выявили у себя симптомы, есть какое-то подозрение, то обязательно нужно сдать чекап. Лучше пойти к эндокринологу, но если вы не успели попасть, да, вы можете сдать самостоятельно. Список небольшой, сдав этот список, вполне картина откроется для вас. Это гликированный гемоглобин, это глюкоза, это инсулин, индекс хомо и липидный профиль. Этого, в принципе, достаточно, чтобы понять, есть у вас инсулинорезистентность или её нет. Ещё такой момент, важный один. Если вы один раз поработали с инсулинорезистентностью, это не значит, что она к вам не вернётся. Это образ жизни. Всегда рука на пульсе, всегда контролировать процесс этот. Не получится навсегда излечиться и жить сибористовывать. Это не история про инсулинорезистентность. Это вообще, в принципе, не про здоровье, да, когда вот эти скачки, такая кардиограмма, что тебя заносит в запорь, ты потом выравниваешься. Нет, нужно как бы дисциплинированно, стабильно придерживаться, выбрать себе путь, да, без крайности и поддерживать себя. Ну, понятно, что всё равно невозможно полностью в течение жизни избегать, да, употребления сахара или каких-то вредных каких-то, ну, веществ, так нельзя сказать, продуктов, да, продуктов. Но, тем не менее, в основном можно соблюдать, да, диету, думаю. Ну, если где-то как-то иногда оступился, это, наверное, не критично. Ну, не критично, да, когда ты уже выровняла своё состояние, ты себе помогла, то есть вернула чувствительность, да, можно делать эти чутмилы, как модно сейчас это говорить, а потом потихоньку становиться на ту же дорожку. А сколько примерно занимает времени, чтобы вот человек от состояния вот этого инсулинорезистентности, сколько оно должно пройти, чтобы более-менее как-то показатели, ну, вернулись, вот эта чувствительность вернула. Понимаешь, у каждого организм работает индивидуально. Тут сказать конкретно, что вот тебе две недели, а тебе месяц, я не могу, потому что нужно пройти этот этап на себе, прочувствовать. Но я могу сказать точно, если вы месяц посидите на лечебном протоколе, добавите активность, восполните дефицит, у вас будет колоссально хороший результат. А человек сам вот может понять, что вот у него какие-то изменения, я имею в виду, он себя лучше чувствует, да? Во-первых, вернется энергия, та, которую мы все потеряли, к сожалению, да, мы без энергии. Наши дети, вот обрати внимание, тема инсулинорезистентности тоже, что происходит сейчас? Вспомнить наше с тобой детство, ты не дашь соврать, потому что мы утром завтракали, выходили, целый день гуляли. Особенно если это каникулы. Родители пытались загнать, наоборот, домой, да? Не получалось. Почему? Потому что мы радовались жизни, у нас был другой дофамин, не дешевый, не через еду, не через фастфуд. Мы гуляли, мы играли в прятки, в футболы, купались, да, и голодные. То есть у нас было интервальное голодание, то самое лечебное интервальное голодание. Да, а сейчас наши дети сидят в гаджетах на диване и перекусывают. Мозг не получает сигнал о том, что он сыт, он увлечен мультиками. Мы сами самостоятельно губим, в принципе, наших детей, наше поколение, и все в наших руках. Мы должны помочь себе, чтобы у нас была здоровая нация. Ну это, наверное, самый главный совет, и особенно для родителей детей, да, чтобы приучить ребенка к правильному питанию, все-таки нужно начинать с себя. Мама-индикатор, безусловно. Спасибо, Нателла, за то, что ты в очередной раз поделилась очень ценной информацией для нас, для наших телезрителей. Надеемся, что и дальше ты будешь продолжать делать наше население, нашей республики более здоровым и приучать людей к правильному питанию. Будем стараться, спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, я тоже прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и, конечно же, берегите свое здоровье.